Всем привет! Давно я здесь не появлялся, давно не давал полезных советов. Знаете, обратил внимание на одно из видео, которое опубликовано у меня на канале, посвященное грудному регистру, посвященное тому, как сделать свой голос более объемным, низким, хотят его понизить, сделать грубее. Это прекрасно, это хорошо, но есть некоторые минусы. Если мы будем работать исключительно только на понижение нашего голоса, в итоге может возникнуть серьезная проблема. Какая? А давайте сейчас подумаем, разберем. Низкий голос, грудной регистр, грудной резонатор дает нам глубину, объем голоса. А теперь представьте, если я буду очень долго таким образом разговаривать, то на низах, конечно же, я буду больше привлекать внимание, но низкий голос не обладает такой очень разнообразной интонацией. Вот я уже говорю на протяжении 20 секунд, и спустя какое-то время мой голос превратится в такое гудение, в такое монотонное извлечение звука. Вот. В этом и есть проблема. Если мы будем работать только на низах, мы будем глубоки, объемны в голосе, но наша интонация будет страдать. Не будет звучности голоса. Вот я сейчас работаю в двух диапазонах. Я работаю, включаю и грудной, и головной регистр. Головной регистр, верхние резонаторы дают нам звонкость нашего голоса, дают нам интонацию, да, когда мы можем уходить куда-то наверх, вбок иногда даже, вниз, конечно же. Исключительно только на низах работать. Да, можно просто пропустить информацию, можно впасть в такой небольшой транс и не услышать то, что хотят нам именно сказать. Человек уснет. Такое может быть. Поэтому есть комплекс упражнений, которые помогают работать как раз с головным регистром. Для того, чтобы голос наш стал звонче, мы должны работать в разных диапазонах, и вверх, и вниз, а потом все их вместе соединять. Вот, прямо сейчас я хочу показать вам парочку упражнений, которые помогут активизировать головной резонатор. В первую очередь нам нужно с вами включить губы. Правильно звучать губами. То есть не здесь, где-то внизу, чтобы голос образовывался на связках или в груди, а чтобы он выходил наружу. Чтобы он выходил наружу, нам нужно научиться концентрировать звук на губах. Начнем с простого мычания. Представим, что мы пытаемся произнести звук О, но с закрытым ртом. То есть зубы не соприкасаются, соприкасаются только губы, и направляем звук исключительно на губы. Можно даже произнести звук О в самом начале. Звук идет сюда, нужно почувствовать вибрацию на губах Если чувствуете вибрацию, прекрасно, значит делаете все так, как надо Чтобы прочувствовать правильность упражнения, выполнение этого упражнения Попытайтесь большим пальцем прикоснуться к губам Почувствуйте эту вибрацию Направляйте звук на губы Чувствуете вибрацию на губах, на пальцы Прекрасно, значит все делаете хорошо Давайте еще раз Три-четыре Ом Если вибрация не идет, попробуйте чуть-чуть постучать себе Такие вибрирующие движения по губам, пальцам Получается Показателем правильного выполнения еще расскажу Является ощущение щекотания в области губ Есть? Есть. Хорошо Нет? Попробуем еще раз А теперь перейдем к следующему упражнению, которое называется малый рупор Что он позволяет? Он позволяет нам ощутить вот это звучание нашего голоса Как раз образование звука в голове, в губах Все очень просто Складываем ладони малым рупором вокруг рта Вот Вот здесь Вот это называется малый рупор И теперь мычим Но не в нос, ни в коем случае Получается? Прекрасно Переходим к следующему упражнению Второе упражнение называется Большой рупор То есть мы продолжаем работать в том же примерно звучании, что и сейчас То есть принцип исполнения этого упражнения такой же Но рупор у нас уже из маленького выходит в большой То есть мы обхватываем нос, губы, подбородок Вот Можно даже создавать такие легкие вибрирующие движения Повторяем на том же звуке, на звуке М Чувствуете такую вибрацию Не пускаем звук в нос Сюда направляем на губы В процессе голосообразования и звука у нас всегда работает диафрагма И вот после того, как вы убедились, что у вас упражнения эти получаются Выполнение в упражнении выполнено правильно Положительный результат Мы его усложняем Мы добавляем некоторые слова То есть уже не только звук, но и слова И в то же самое время мы чередуем Сначала маленький рупор, потом большой рупор И по мере произнесения текста можно даже немного отдалять руки в сложном рупоре Как можно дальше от лица, стремясь сохранить звук в ладонях То есть мы направляем звук сюда Таким образом мы усиливаем звук Отсюда Вот как раз направляя Скажем так, в точку концентрации нашего голоса Давайте попробуем Сначала попробуем на звуке М Теперь отдаляем потихонечку Направляем звук сюда А теперь добавляем слова Мой милый мак, моя Мария Каждый раз акцентируя звук на М То есть Мой милый мак, моя Мария Но в то же самое время направляем звук в рупор М-м-м-м Поехали Мой милый мак, моя Мария Теперь отсюда переходим в большой рупор «Мой милый маг, моя Мария». Хорошо. Теперь переходим из маленького рупора в большой рупор и подальше. «Мой милый маг, моя Мария». Работаем как раз вот в этом направлении. Еще разок. «Мой милый маг, моя Мария». Вот он, рупор туда идет. Тут как раз мы подключаем и грудной регистр головной в интонации. Получилось? Я надеюсь, что да. Надеюсь, что все так и есть. Теперь очень хорошее упражнение, которое помогает как раз проработать головной регистр активно. Я его назвал «Мимимишка». Мне поделился актер Дубляжа, актер театра и кино Александр Каврижных. Поделился этим упражнением, и я готов поделиться с вами тоже. Мы берем с вами, хватаем себе за нос. Вот как это смешно выглядит. И со звуком «Мимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимим поднимается и головной регистр активизируется прекрасно едем дальше следующее упражнение она называется голова на уровне груди очень интересное упражнение она помогает вам ощутить свой свой голос в разных уровнях то есть мы ассоциируем себя звучанием в голове то есть мы есть голова голос голова мысли голова зрение голова боль рука да смотря где она произойдет вот то есть мы когда говорим и когда мыслим мы еще ощущаем что наша голова находится здесь а теперь представьте что голова перемещается на уровень груди попытайтесь взять свою голову как будто бы ее опускать то есть пытаясь разговаривать в разных плоскостях например взять любимое произведение которое вам нравится или какое-нибудь стихотворение прочитать его допустим не знаю что я возьму или скороговорку взять скороговорку вот мы здесь находимся намели мы на лима лениво ловили и меняли на лима вы мне на линя а любви не меняли вы мило молили и в туман или мана манили меня продолжаем разговаривать ощущая свою голову немножко далеко от своего места здесь находится голова то есть вы направляете звук как раз в эту самую голову где она находится а может она находится ниже обратите внимание на те ощущения которые вы испытываете когда вы направляете голос в то место где находится голова оставляя свой голос оставляя свой голосовой посыл в этом месте какие интересные ощущения происходят с вами что вы чувствуете пишите в комментариях вот сегодня на этом все активизировали головной регистр пишите в комментариях ощущения ставьте лайк подписывайтесь и также можете писать чтобы вы хотели узнать в следующий раз также не забывайте про то что у нас в мастерской голоса запускаются периодические курсы вся информация внизу следующий набор на мастер голоса ожидается только в январе 2022 года уже в следующем году курс уже набран но очень скоро в конце ноября ожидается набор для более продвинутых людей которые хотят заниматься не просто своим голосом но и например на профессиональном уровне его продвигать озвучивать фильмы рекламу аудиокниги и так далее в конце ноября ожидается набор на курс диктор про присоединяйтесь ссылка внизу возможно вам понравится да прибудет с вами сила голоса пока